Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто сегодня присоединился к нам на телеканале Интер. В эфире вторая часть специального проекта «Мир чи война». И в ней мы говорим про местные выборы и их результаты для Украины. И сразу начнем с выборами. Добрый вечер, уже наступного тижня Центральна выборчая комиссия огласит результаты. Годину тому они сообщили, что до полного подрахунка до 100% осталось 0,2%. Тобто наступного тижня мы матимем это оголошение, которое ждут все. Поки что мы знаем точно одно – явка найнижчая за всю историю. Я про это уже говорил, но надо повторить 37%, что-то близко 36% с копейками. И я бы хотел обратиться к пана Юрия Бойка с комментарием. Что, кроме коронавируса, на вашу думку, вплинуло на результаты, не на результаты, а на такую явку, на то, что мы имели, на ту картину голосования, которую мы имели этого года? Ну, действительно, у нас визитная карточка – одна из особенностей этих выборов. Это низкая явка, примерно на 10% ниже, чем аналогичные выборы 2015 года. Но, на самом деле, я хотел бы начать с того, что сказать вообще нам надо всем спасибо людям, что они вообще пришли. Потому что в той обстановке давления и вот такой психоза, скажем прямо, связанного с эпидемией, придя на избирательный участок, человек уже совершал поступок, это акт гражданского мужества. Вот я был на выборах Луганской области, потом проехал еще 7 участков, посмотрел, как голосовали люди, как организовано было. Выборы сложные были, потому что обстановка тяжелая, психологическая раз. Второе – очень сложные бюллетени. В областях получали люди от 3 до 5 бюллетеней. Я сам был свидетелем, когда людям против преклонного возраста очень тяжело вообще разобраться. И члены избирательной комиссии, они им объясняли по 5-10 минут, как надо заполнить бюллетень. Перерывы на дезинфекцию избирательных комиссий – это надо было сделать. Вот все вместе это затруднило и, в общем-то, сделало так, что явка низкая, но люди, тем не менее, пришли и выборы состоялись. Нарушений на выборах было очень много. Начиная от прямого подкупа избирателей и кончая тем ноу-хау, которое появилось именно на этих выборах – это скупка членов избирательных комиссий. Потому что до этого такого не было. Мы ведь знаем, что партии, которые присутствуют здесь, парламентские, они дают своих представителей в избирательные комиссии, территориальные, участковые. А дальше вступает дело, так называемая жеребьевка. У нас в стране 400 технических партий, они участвуют в жеребьевке, и от них кто-то выпадает как член комиссии. И вот их в основном, конечно, покупают. И появляется ситуация именно на этих выборах, когда собиралась территориальная избирательная комиссия. Я знаю много примеров по городам. И просто тупо, в угоду тому, кто скупил там большинство, не регистрировала партию, кандидата, кандидата в мэры, кандидата в ОТГ. И в таких случаях сотни. Поэтому нам придется менять законодательство. Потому что таким образом формировать избирательные комиссии, уже все поняли, что это хороший, в кавычках, механизм. И нам придется сделать так, чтобы комиссии готовились и контролировать так, чтобы этих злоупотреблений не было. И последнее, что я хотел сказать по выбору. На самом деле, выбор, сейчас самая главная задача, это как можно быстрее закончить подсчет голосов, потому что считают уже неделю. Постоянно идут какие-то пересчеты, постоянно идут попытки дописать кому-то, дочертить что-то. И мы очень много знаем примеров, мы обращались в правоохранительные органы. Я надеюсь, что будет соответствующая реакция, чтобы не было такого будущего. Но главное не в этом. Как можно быстрее новой местной власти. Надо найти баланс с центральной властью. Потому что у нас на улице все врачи мне говорят, что в ноябре, в декабре будет просто тяжелейшая ситуация с эпидемией. Нам надо принимать решения по борьбе с эпидемией. Вот мы 20 октября, все фракции проголосовали, 308 депутатов проголосовали постановление по борьбе с пандемией. Где четко расписано, кому что делать, в том числе правительству, выделение денег, выделение ресурсов, меры. Все это осталось на бумаге. Ничего не сделано. Правительство даже не пошевелилось. И вот если у нас парламентская республика, мы должны принять меры, иначе разогнать это правительство. В противном случае, если люди начнут задыхаться на улицах и их будут выталкивать из больниц, то разгонят парламент и будут абсолютно правы. Поэтому можно быстрее закончить выборы, собраться в парламенте и принимать решения, которые позволят бороться с эпидемией. Это сейчас задача номер один. Вторая задача принятия бюджета. Ведь у нас бюджетный процесс. На следующей неделе он был задержан из-за коронавируса, из-за других вещей, выборов. Но на самом деле бюджет ведь масса замечаний к нему. Нам надо увеличивать там финансирование медицины, нам надо увеличивать социальные выплаты, снижение выплат силовиков. Там масса замечаний. Этот процесс тоже должен делать. А самое главное еще, что местные органы власти, которые избраны, они должны видеть, что есть баланс между центральной и местной властью. Потому что до этого было противостояние. Центральная власть обвиняла местную, местную центральную. Вот это надо прекратить, потому что в сегодняшней ситуации надо всем объединиться и решать проблемы, решения которых ждут люди. Вот это главное, что я хотел сказать. Я доволен результатами выборов нашей политической силы, потому что мы победили в шести областях первое место у нас. Донецка, Луганска, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская. У нас в трех областях. Второе место это Сумская, Днепропетровская и Харьковская. Мы представлены в Центральной Украине. У нас представительство в Западной Украине, что важно очень для того, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию там. Я хочу, чтобы это быстро закончились подсчеты. У нас примерно около ста обращений правоохранительных органов по фальсификациям, которые допущены, которые только с нашей стороны выявлены. Я надеюсь, что это будет решение принято, поскольку это не последние выборы и надо наводить порядок. Но в целом мы довольны выборами. У нас вообще уникальная суть. Я хочу просто сказать, вот Александр Попов рядом со мной сидит. Он занял второе место на киевских выборах после мэра Кличко, действующего мэра. Это уникальная ситуация. Я так говорю, почему? Потому что это было всегда для нас очень знаково, чтобы в столице мы были представлены. И вот это занятие второго места, это свидетельство роста авторитета нашей политической силы. Я надеюсь, что так будет и дальше. И второй, и наш коллега Николай Скорик, он будет участвовать во втором туре в борьбе за пост мэра Одессы с действующим мэром Трухановым. И мы тоже рассчитываем, что мы там победим, потому что у нас есть все основания считать, что наш потенциал там есть, он очень большой. Если продолжать эту думку, то точно можем сейчас сказать одно, даже оперующие экзитполами, подрахунками штабов, что партия «Слуга народу» втрачает своих прихильников. Пане Александре, а где 73%, которые были еще минулого года? Это вообще нельзя сравнивать, на мой взгляд, потому что тогда 73% избирателей, это в том числе те избиратели, которые голосовали и против Порошенко, и против старой системы. Тогда было два фаворита. Зеленский, Порошенко, понятно, что давали голоса, когда палитра такая огромная, партии, в том числе даже региональных каких-то проектов, которые действуют не только в пределах области, а даже в пределах городов в отдельных случаях. Понятно, что на результаты такие нельзя рассчитывать. Но здесь нужно помнить, что партия «Слуга народа» набрала наибольшее количество мест и в областных, и в районных, и в АТГ, и во всех советах всех уровней. Понятно, что, наверное, были ошибки. Здесь нужно об этом честно говорить. Поздно было запущено паростроительство. Возможно, нужно было кандидатов в больших городах на мэрские должности готовить заблаговременно. Я лично выступал за то, чтобы мы стартовали еще в момент, когда присягнули народу Украины как народные депутаты в сентябре предыдущего года, сразу же запускать процесс строительства партии. Был турборежим, так называемый. Были допущены ошибки. Но самое главное, что эти местные выборы, они прошли. Спасибо, правда, тем избирателям, которые не побоялись коронавируса, которые точно знают и являются активными гражданами, и проголосовали, пришли на участки, за это им большая благодарность. Почему такая явка была? Помимо коронавируса, наверное, то, что люди устали от этих всех политических баталий, противостояний, фейков, сливов, компроматов и так дальше, наверное, это тоже повлияло. И здесь не нужно снимать ответственность партии власти однозначно. Но, знаете, любая избирательная кампания, когда заканчивается, нужно работать над ошибками, нужно двигаться вперед, и у нас будут легитивные избранные представители местных органов власти, с которыми центральная власть и президент, и парламент должны коммуницировать и работать. Потому что местная власть – это абсолютно отдельная у нас частица власти, с которой точно нужно коммуницировать, взаимодействовать. Это не вертикаль. Потому что многие президенты считали, что это их подчиненные. Это партнеры, с которыми нужно постоянно вести диалог. Так, я думаю, что вы имеете рацию, потому что даже наши коллеги, я имею в виду журналістов, звертали увагу на то, что, обычно, на местных выборах была явка нижчая. И интересно, почему именно этого года? Потому что именно этого года эти выборы важны. Мы все знаем про эти изменения, которые начнутся уже ось-ось. Дополнительные полномочия. Для нас главное то, что в национальном масштабе децентрализация завершается. То, что депутаты смогут действительно принимать решения на местах. И мы отошли от политики, когда хотели отдельные политические партии запретить региональные проекты, оставить только национальные. Мы дали возможность народу Украины выбрать тех, кого они считают нужным. У меня вопрос к Артуру Герасимову. Чи поделяете вы думать, что в тот год украинцы голосовали не только за Зеленского, а и против Порошенко? И если так, то за кого они голосовали сейчас? Смотрите, когда говорят о 73%, люди невинные. Потому что их просто, отверто, обдурили. Потому что эта количество брехней и в обещанках пана Зеленского, и относительно конкурентов, она зашкаливала. И сейчас, вы видите, месяц за месяц вся эта брехня осыпается, и люди видят правду. Они видят, что их просто надурили, и Зеленский брехал. Это, что касается этих выборов. Что касается этих выборов, я еще раз дякую всем украинцам, кто пришел на выборчие дельницы. Потому что это действительно было очень важно. Особенно дякую всем, кто голосовал за Европейскую солидарность. Нагадаю, Европейская солидарность – это единственная политическая сила, которая зашла в усы без исключения областные ради, где были выборы, которая зашла в усы без исключения міськие ради, областных центров, где были выборы. И я бы хотел подякувать всем, кто голосовал за Европейскую солидарность, особенно выборцам в Одессе, Херсоне, Миколаеве, Запорожье, на Дніпропетровщине, Харьковщине, Славянске, Краматорске, Старобельске на Луганщине. Потому что это сегодня единственная партия, которая сшивает страну. Потому что она имеет представительство от Луганщины до Ужгорода, от Черниговщины до наших певденных областей. И вопрос вашего было про явку. Вы знаете, сыграло очень серьезно две вещи. Первая, это то, что команда Зеленского полностью програет борьбу с эпидемией. И, извините, им 6 месяцев назад выделили деньги. Что они сделали? Они их закопают в асфальт, причем коррупционно закопают. И сейчас пошли больше. Даже после того голосования, минулого тижня в парламенте, когда им уже четко расписали покроково, что нужно делать, это, извините, на мою думку, это чистый криминал. Один очень тяжело поранен, вы знаете, снайпером. Это цена, которую платит Украина за то, что пан Зеленский взглянул в очи Путину. Что он там увидел, не понятно. Но после того, что нашим войскам забороняют использовать дрони, аэророзвитку, забороняют стрелять в ответ. И вот это плата за такие вещи. И тут провал. И именно поэтому, вы знаете, это была очень серьезная причина, почему люди, и это разочарование в Зеленскому привело до того, что люди не пошли на дельницу. Но государственные политические силы не дадут, не дадут страну полностью спустить в прерву хаосу, куда ее толкает команда Зеленского. Спасибо, пана Артура. Взагалі, у меня особисто выникает впечатление, что украинские выборы – это шлях от разочарования до разочарования. Знаете, каждый раз. Разочарование в одному, голосуйте за іншого и так далее. Но, тем не менее, давайте. Но, самое главное, что партия Европейская Солидарность, только что сказал, что они против патриотических фильмов. Прошу зафиксировать это всех журналистов. Выступили против патриотических фильмов в Украине. Ну, сказано, этого не было. Сказано было просто, что выделяется с ковидного фонда. Скажите, пана Александра, что с ковидного фонда зависть медицины, гроши были выделены на сериалы. Правда или нет? Так или нет? Есть бюджетный процесс, и мы можем не соглашаться с этими решениями. Так или нет, пане Александре? Вы же опытный депутат. Вы знаете, что если не успеваете использовать... Пане Александре, так или нет. Мы не знаем, что в нюхе есть. Потому что все прошло точно у новинок. Но слуга народу не хочет сказать так. Я же не в бюджетный комитет, и я не в приставку. Давайте ближе не про бюджет. У нас я не говорю, Петровичук, так уважно слушаю. Хочется запитать політичного эксперта. Петро Лещук. Прошу. Так, пожалуйста, прокоментуйте. Все, что мы сейчас обговорили стосовно выборов, сейчас пролунала думка, что, возможно, эти результаты объединяют страны, или даже другие думки. То объединяют или разъединяют? Кроме того, можно я еще додам, если вы, извините, в нас ситуация же какая? Что в местах, ну, переважно, если судить из экзит-поля, из предыдущих данных, перемагают, или не меры. А в местных радах, райрадах слуга народу точно не набирает, ну, точно, не точно, но, вероятно, не набирает большинства. То, или не будет в нас, знаете, как это, или нужно будет договориться? И, может, я тогда додам, что не выйдет так, что президентская сила будет на местах в опозиции, або, возможно, в нас появляются новые несподиманные альянсы, слуги народу с другими политическими гравцами на местном уровне. Про готовность мы сейчас запитаем. дякую за вопрос. Воно, на самом деле, достаточно интересное. Первое, хотел бы ответить, относительно сшивая или не сшивая. Тут важно напомнить, что, в целом, как на меня, то электоральная картина на основе тех данных, которые сейчас есть, а остаточных данных мы не имеем, я только могу спираться на те данные, которые есть. Она суткино изменилась, на самом деле. Что я имею в виду? Что мы не можем говорить про жесткое региональное районирование Украины сгодно до политических уподобаний. Потому что, с одного боку, справа, и слуга народу равномерно представлена по всей территории Украины. Европейская солидарность справді показала дещо кращие результаты на Сходе, но так же ОПЗЖ показала кращие результаты, чем на предыдущих выборах в центральных регионах Украины. Поэтому, на самом деле, такого жесткого сегментования Украины, как было раньше, у нас сейчас нема на этих выборах. И загальна тенденция подкрепляется тенденцией очень серьезного результату местных локальных политических проектов, ориентированных на местную элиту, на чинных местных голев, то что. Таким контексте, что я смотрел те данные, которые есть, в большую количество местных Рад заходят 5 фракций, 6 фракций и даже 8 фракций. Конечно, за таких обстоятельствах они будут просто смущены договориться, будут смущены вибудовывать местные конфигурации, хотя они не обязаны их каким-то формализировать. Цей потреб нет, потому что это не Верховная Рада, там коалицию создавать не нужно. Но в любом случае, я, вы знаете, больше оптимистично на это дивлюсь, потому что, как показывает опыт, на местном уровне они домовляються набагато более эффективно и продуктивно, а не на загально национальном уровне. Но справедливо какие-то интересные альянсы, интересные конфигурации быстрее за все будут на местном региональном уровне. И тут, вы знаете, как всегда, когда мы говорим про местные выборы, мы уже с вами все встигли проанализовать, кто выиграл, кто програв. Но главнее будет, как на меня, кто, кто и каким моментом. Потому что метаж выборов не просто, например, чтобы политические силы позмагались, кто-то вошел вперед, кто-то остался на втором, третьем месте. Мета – это формирование действительных органов самоврядувания, которые уже буквально сейчас будут неизвестить, неизвестить. Неймоверный объем задач. И задач, правда, очень много. И тут уже, снова-таки, это вопрос до местных конкретных партийных осередков, до локальных проектов, до загальнонациональных проектов, про то, что они должны будут какомога швидше, буквально в умовах этой ноты сформировать действительную конфигурацию. И это наибольший, я думаю, результат и наибольшая задача этих выборов. Спасибо, пане Петре. Пане Имченко, пане Вадиме, вы хотели прокоментовать, насколько я помню? Так, и пані Машинец, я вижу, хотели прокоментовать, вы наступны тогда. Я, вы знаете, я не прокоментую, я позицию скажу, смотрите, у нас произошли местные выборы, я тут поддерживаю Юрия Анатольевича, по-перше, нужно людям поддякувать. В таком направлении все происходило, с пандемией, с ковидом, психоз массовый, и те, кто пришли, они действительно сделали свой выбор. И этот выбор у нас сегодня очевиден. Мы сегодня видим, реально, что есть региональные проекты в большинстве местах областного значения, которые взяли проведенные позиции. То ли это пропозиция, то ли это доверие делам, и так далее. Мы, как депутаты, им дали деньги, они фактически активизировали свою политическую деятельность, и сегодня они сделали удар в Киеве, они сделали свои политические проекты, которые взяли сильное место. Другое, это самовисуванцы. Мы знаем, что до 10 тысяч, и большинство депутатов было самовисуванцем. Мы должны четко понимать, что третина депутатов выбралась в сельских радах. Третина. Если вы видите региональный аспект, то мы увидим действительно подел с одной стороны это одна политическая сила, с сходом это другая политическая сила, но если вы посмотрите равномерность политических сил, например, Батьковщина 7,7 в Львовской области и 6, например, на Дніпропетровщине, 12% это Сумщина. Мы имеем своего местного главы. Что это означает? Это означает, что разные политики по-разному воспринимаются на разные территории. И сегодня Батьковщина полностью взяла равномерность по всем радам. Я вам больше скажу, когда мы увидим количество депутатов, которые выбраны от определенных политических сил, в том числе на мажоритарке, и проанализируем, то мы увидим не такую радужную картину для слух народа. Я знаю особистые громады, где слуги народа набирали нуль. Просто нуль. И это в Киевской области набирали в Белосеркевском районе, что в одной, что в другой громаде нуль. И заканчивая, я скажу, что, вы знаете, вот тут коллега сказал, фактические местные коалиции. Вы знаете, людям байдуже, какая фракция или партия голосует за канализацию, людям байдуже, какая фракция или партия голосует за ремонт подъездов и так далее. Я думаю, что там мают быть голосования таки, чтобы соответствовала требованиям громады. Громада, счастье человек откуда начинается? Когда он выходит из своего домика или из своей квартиры, он видит светлую улицу, он видит лавочки, чистые подъезды, светлые и так далее. И поверьте, если до этого счастье будут голосовать как одни политические силы, которые представлены на Сходе, так и другие политические силы, которые представлены на Заходе, поверьте, люди будут дякувать всем, потому что они подякуют тому счастью, которое есть сегодня в их дворах. Только главное, чтобы под выглядом этого объединения не произошел такой спильный деребан местных бюджетов. А как мы знаем, то сейчас эти бюджеты намного более привабливые и под выглядом ремонта канализации можно делать разные вещи. Паня Мишинец, вы тягнули руки, интересно, действительно нужно ожидать какие-то несподеванные альянсы для влады на местном уровне. Смотрите, если можно даже назовите с какими партиями готовы объединяться, а с какими в никаком разе. Давайте начнем немного дальше. Можете, это какие-то человеческие игры, что-то что-то рейтинги, я имею на увазе. Это сексистская заявка. Нет, абсолютно нет. Но я хочу сказать что на самом деле должен выиграть народ, общество. Потому что это про местные выборы. Это не конкурсы краси, это не какие-то там конкурсы. Это про местные решения у каждого из нас под домом, под векнами, на дороге, в садочку и так далее. Поэтому хочу просто закликать всех прекратить эти дискусии. важливо просто усведомить, что слуга народу все-таки за кількістю мандатов на первом месте. И поревняно с тем, что мы имели нуль, мы не были представлены в органах местного самоврядувания. А сейчас еще не 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 но за предъем подрахунки, за паралельными подрахунками, и коллеги про это очень хорошо знают, мы действительно победим. Мы по всей территории Украины, в большинстве громад. Это первый аспект. Другий аспект от пан Герасимов, чему я так реагую. Коли он сравнивает рейтинг президента и рейтинг нашей политической силы на местных выборах, он, может, забыл, что в 2015 году, когда были местные выборы, так рейтинг их политической силы был меньше. Но даже при таком раскладе они имели очень большую карту покрытия по местному самоврядуванию. И что мы имеем? Деякие политические силы мастодонты, можно сказать, они сравнивают свои результаты с нашими. Хотя они должны сравнивать свои результаты с теми, которые были в 2015 году, с теми, которые они имеют. Если серьезно проанализовать, чтобы не идти в детали, то много что потерял. Почему? Потому что они просто не смогли показать людям, что они сделали. Где эти лавочки, где эти деньги на дорогу, где эти деньги на садочек. И тогда слуги народу нужно сказать, кто вы выбрали, посмотрите свои результаты 2015 года и посмотрите, что они сделали. Это первый момент. А второй момент о альянсах. У меня тут думка такая. Нема пафосных коалиций, альянсов и так далее. Мают быть эффективные решения в каждом конкретном случае. Законодавство не требует абсолютно правильно сказано. Тут не может быть этих разговоров. фактически про то что говорили до вас. Что я за эффективные решения с различными политическими силами на ремне местных проблем. Никакой политизации не должно быть. Никаких таких подходов в идеологии. Тут решаются местные проблемы. Все. На этом крапка. Дякую за вашу позицию. Хотел нагадать один важливый момент. Один из ваших коллег из фракций «Слуга народу» сказали шикарную фразу. Кажут вы знаете это было перед выборами. Кандидаты от «Слуг народу» сейчас борются и борются не против чинных меров. Они борются против успешной реформы децентрализации Петра Порошенко. Это сказали представители ваших фракций ваших фракций. Почула такую думку. Давайте почуем думку Миколи Скорика который берет участие в местных выборах и еще продолжит про местные альянсы и причины того, что влада потеряет доверие. Первое, я не буду оригинален. Я тоже хотел бы поблагодарить избирателей и тех, кто отдал в целом всех, кто пришел на выборы, тех, кто отдал голоса за нашу политическую силу в Одесской области, в которой я работаю, являюсь руководителем городской организации нашей политической силы оппозиционной платформы за життя. Мы стали лидерами. Я очень благодарен моим землякам одесситам, которые отдали за меня голоса в первом туре и дали возможность соревноваться с действующим мэром во втором. Социология показывает, что очень высокие шансы на победу и мы будем делать все для того, чтобы не просто победить, а оправдать доверие наших избирателей во всех советах с тем, чтобы доказать людям, что мы можем реализовать то, с чем шли на выборы наша команда и в Одесском областном совете, в городском, в ОТГ. Мы действительно выиграли мэров в ряде крупных городов Одесской области, такие как Болград, Белгород-Днестровский, Кодема на севере Одесской области, это практически Винницкая область. Предстоит большая сложная работа. Что касается большинства вот этой дискуссии, действительно, я работал в органах местного самоуправления, в шестом-десятом году я возглавлял Одесский областной совет, и могу вам сказать, что у нас не было понятия коалиция или большинство, по разным вопросам, я согласен, оно варьировалось, потому что местные советы это в первую очередь хозяйственно-политический орган, и на первом месте стоят хозяйственные вопросы, вопросы жизнедеятельности громады, вопросы жизнедеятельности региона, и вот меня очень часто в период избирательной кампании спрашивали, с какими политическими силами вы готовы, я говорил, что тогда, и даже сейчас, я считаю, пока нету официальных результатов выборов, это преждевременно, естественно, мы смотрим какие-то конфигурации, но для нас, почему оппозиционная платформа за жизнь за эти годы, оппозиция, почему мы сохранили рейтинг, даже там по сравнению с 15-м годом, и так далее, и серьезно его нарастили, потому что в парламенте, в первую очередь, и в местных советах, мы никогда не придавали интересы наших избирателей, никогда не меняли свою позицию в зависимости, там, не переворачивали ее на 180 градусов, в зависимости от политической конъюнктуры, и по ключевым системообразующим вопросам, которые волнуют граждан, не только на уровне страны, но и региона, всегда отстаивали их позицию, и допустим, вот позиция мира, которую отстаивает наша политическая сила, при всем, при том, что ее не решают местные советы, почему люди поддержали нашу политическую силу, потому что для них это краеугольный вопрос, и вопрос того, чтобы ребята не гибли на Донбассе, он волнует не только жителей Донбасса, но он волнует и жителей Одессы, Львова, и всех городов Украины, потому что, опять же, еще раз повторюсь, очень важно, чтобы мы в Советах действовали, исходя из интересов, государственных интересов страны. Дякую ему, и будь ласкова, таки дипу дипни у Киеве, яка загали ситуация, пану Александру? Ну, вот хочу, прежде всего, общее внимание обратить на некоторые системные проблемы, которые, ну, и других крупных городов касаются, но в Киеве это система, которая сформирована где-то с начала 2000-х годов, вот внешняя оболочка происходящих выборов соответствует демократически, но когда участвуешь глубже, ты понимаешь, что это настолько коррумпирована с политической точки зрения процедура и система, ведь многое совершается за избирательным участком, я имею ввиду это вот эти сетки, о которых мы уже говорим много-много лет, и силами наблюдателей или членов комиссии, которые работают на участке, их выявить невозможно. У нас в Киеве были случаи, когда мы на улице это фиксировали, передавали правоохранителям, но это единичные случаи, а работать надо системно, задолго до того, как эти выборы начинаются, причем правоохранительным органам, может даже и спецслужбам, для того, чтобы избежать. Что касается Киева, конкретизирую, на данный момент посчитаны голоса пяти районов. Вот вы сказали, по стране 0,2% осталось, а у нас 50%. Вот у меня это вызывает вопрос, но считать при малой явке в Киеве 6-7 дней голоса, это вопрос. Но есть еще один нюанс. Если даже взять эти пять районов, посмотреть, ну так же не бывает, если все по-честному, когда, например, на одном избирательном участке 54% отдают за кандидата, а рядом избирательный участок 46%. То есть разница между двумя соседними домами, где проживают люди, около 8%. Да тут явно технологии уши торчат. Но на это же надо было реагировать. Мы как раз про это будем говорить в третьем блоке. Сейчас, на жаль, нам нужно идти на рекламу, но мы повернемся за 10 минут и как раз будем говорить и про порушения в час голосования, и до выборов, и про то, какое значение эти выборы имеют для Украины. Так, и так же мотивируем интересные включения из регионов. Не перемирайтесь, мы скоро вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok